Из книги «Открытым оком», том 9. Тема Библия. Вопрос 2203. Матфея 10, 28. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в деянии. Лука 12, 5. Но скажу вам, кого боятся, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в деену. Ей говорю вам, того бойтесь. Поясните, пожалуйста, одинаков ли смысл этих двух мест, или во втором случае следует бояться не Господа. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Блаженный Фефелак в толковании на Евангелие от Луки отвечает так. Вред от тех, которые вредят телу, состоит не во многом. Тело потерпит свойственную ему и в том случае, если они не будут вредить. Но должно бояться того, кто наказывает не только тело, но и душу. Существо бессмертное подвергает бесконечным мучениям, и при том в огне. Таким образом, Христос обучает друзей своих мужеству духовному, делает их свидетелями и отгоняет от них страх человеческий. Люди, говорит, простирают лобу свою только на тело кленное, и конец их козни против нас смерть плотская. Но когда Бог казнит, тогда не останавливается на одной только плоти, но и самая душа несчастная подвергается мучениям. Примечай отсюда, что смерть приводит грешников в казнь, а не здесь наказывается, будучи убиваемым. И там ввергаются в Гиену. Матфея 5, 29. То, что у Матфея стоит с большой буквы, это во многих библиях синодальных, печатают и с маленькой, как приличнее. Можно одинаково мыслить, что речь идет о Боге и о нечестивых грузях или гонителях. Не погрешишь против предупреждения, свойство губит зависит только от нашего произволения. А причина ищется в огне. Господи, мой Господи, двукратно призывал в горести в бедствиях Давид. Иофилин на развалинах такие вот слова. По смыслу многих слов он был антисемит. За свой народ печалился и слезы проливал, вопил, как угорел и по прошлому метался. Активно и охотно возвысил криминал на милость победителя в их неможении сдался. За свой народ он ратовал и спрашивал пощады. О, Господи, мой Господи, Ермо слабь на шее, а дадость вовмащивал своими он мощами. Отринутый грехами пещерник и отшельник считается, скитается, рифмует, болячки, преступления. Огнем неопалимым сжигает плод греха. Побил вы меня, Боже, вопит он в понедельник, над ним из тепла высится искусственный бархан. О, Господи, мой Господи, что сделалось со мной? С народом иудейским, преступно лицемерным, мы тяжко согрешили, и я всему виной. Взгорел мой виноградник и зарастает серно. Неоспоримый факт, я совершил теракт. И мину заложил сознательно в постель. Я не поводствовал, и враг зажал кулак. Какой пример оставил возвышенную цель? О, Господи, мой Господи, покрыт я весь коростами. От пятки до макушки проказаю накрыт. Что станет с Соломоном и прочими отростками? Не вечерять им с Господом, а у чужих коры все в прошлом. Лет три тысячи серьезно отмахнуло, слезами заливаясь над книгой. Солсирь с Давидом вместе прячет в пещере от Саула. Важнее всего мне с Богом восстановить бы мир. О, Господи, мой Господи! Утнулся я в подушку, еще раз Христа ради к распятию призови. Что польза в остальном, когда не спас бы душу? О, Господи, мой Господи! Омой в своей крови! 25 июня 2004 года Игнатий Лапкин.